Здесь все факты налицо, все показано. Мы говорим все об очевидных вещах. Не понадобится директор, не динамитет. У нас тут много людей, много народов, не только крымские татары. Благодаря 17 каналу проводим секретные переговоры на весь мир. Добрый вечер, прям в эфире 17 канала Телемост. Путь домой, Украина, Грузия. Меня зовут Ольга Волкова, со мной в студии Алексей Кутепов. Гостей мы представим по ходу программы. Мы начинаем. Один сценарий и разные страны. Кто и как вбивает клина в братскую любовь? И главное, зачем? Они убивают наших детей, наших братьев. Гибнут люди, старики, дети. Разрушаются наши дома. Почему Грузия потеряла Осендию и Абхазию, а Украина не удержала Донецк и Луганск? Смотрите в четверг, 13 августа, на 17 канале Телемост. Будь домой. Украина, Грузия, Россия. Еще раз добрый вечер, дорогая студия, дорогие наши телезрители. Сегодня у нас очень интересная и важная тема. 8.08.08 называют осетины и грузины эту дату. Это непростой исторический период в жизни и Грузии, и Осетии. Что-то похожее проживает сейчас наша страна. И сквозь исторические параллели, возможно, мы сможем найти ответы на те злободневные вопросы. Как прекратить войну? Как найти точки соприкосновения, найти мир? Здравствуйте. И у нас есть гости на скайпе, на телемосте. Оля, пожалуйста. Да, на протяжении нашего эфира с нами будут на скайпе из Грузии Гела Васадзе, политолог, председатель неправительственной организации «Свободная зона». Добрый вечер. Добрый вечер. Да, и вот еще также к нам должны присоединиться по скайп-включению Алан Габаты, помощник председателя парламента Республики Южная Осетия. Он как раз чуть позже к нам присоединится. И также планируется скайп-включение с журналистом, политологом Василием Муралиевым. У нас еще будет на связи, это город Житомир. Коллеги, задачу я в некую такую вводную сделаю. Наши телемосты – это всегда попытка поговорить людям с разными точками зрения. Людям с даже конфликтующими между собой, да, с конфликтующими сторонами, чтобы конфликтующие стороны между собой смогли поговорить. Какой смысл наших встреч здесь, наших бесед, наших телемостов? Попытаться приподняться над конфликтом и не проклинать, не восхвалять, но разбираться для того, чтобы понимать. Понимать сложность ситуации для того, чтобы двигаться дальше. Оля, конкретизируй, пожалуйста, как сегодня у нас будет беседа и какие первые вопросы. Ну, начнем мы с памятной даты для Грузии. 8 августа в Грузии прошел ряд травмных мероприятий, посвященных годовщине Пятидневной войны и семилетнему конфликту Грузии и России. В преддверии этой памятной даты экс-президент Грузии, а ныне глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили сделал видеообращение. Давайте посмотрим, что же заявил Михаил Саакашвили. Тогда или сейчас? Сейчас тогда? Сейчас? Сейчас, да, сейчас. Сейчас, да. Саакашвили. 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 народа Ивана Петровича Кавалеридзе, настоящая его фамилия Кавалеридзе. Вы знаете, в свое время род Кавалеридзе прослался тем, что он не писал прошений московскому генерал-губернатору в Тифлисе, а он привел род всех своих мужчин к Шамилю, потому что они понимали, что в сложные для народов, особенно небольших народов времена, надо искать не покровительство, а то, что говорил Шамиль. Маленьким народам, к сожалению, нужны большие кинжалы, не только оружие, убежденность, сила в своей правоте. Валерий Павлович, конкретизируйте мысль, что Вы конкретно имеете в виду в данном случае? В данном случае то, что я скажу, я потрясен. Посмотрите, в 92-м году прошел первый жутенький, незамеченный всем миром, военный конфликт Абхазо-Грузинский, Осетинско-Грузинский, то есть Осетия, это было его продолжение. 2008 год, военная акция России против Грузии, это даже не финал. Это просто уже, ну так сказать, пусть мои коллеги политологи и специалисты по международному праву скажут, как это называлось. Но понимаете, сколько лет-то прошло с 92-го, 93-го года. Вот родился человек в 91-м году, казалось бы, для него это что-то старое, древнее. Но откуда это неприятие? Откуда это суперубежденность только в своей правоте? А откуда априори нежелание выслушать доброжелательных людей? Вы сейчас говорите о природе любого конфликта, двух... Этот конфликт, к сожалению, как самый старый... Народностей, этносов. Да, да, да. Не то ли самое мы сейчас наблюдаем в Украине. Ведь, как мы видим по истории, на самом деле, там кровавее всего между собой рубится очень близко расположенное государство. Как в Первую мировую войну наматывали, так сказать, кишки друг друга немцы и французы, да? Не только. Не только. Приведу пример. Украинцы из сечевых стрельцов воевали с украинцами в русской армии царской. И шли в штыковую в Карпатах. С исторической глобальной точки зрения мы ничего нового не наблюдаем, по сути-то, да? Но сейчас, в текущем моменте истории, у нас есть конфликт в острой фазе на Донбассе. И в замороженной фазе конфликт в Южной Осетии, да? Грузино-Осетинский конфликт. Я хочу попробовать пойти дальше. И давайте пока что каждый из гостей просто выскажет то, что сейчас назрело. Вот, пожалуйста, Ярослав. Ну, насправді, можно найти, напевно, паралели, если захотите, между конфликтом Абхазии, Осетии и Грузии, и конфликтом, который, власне, в Украине. Но, напевно, найбільшую паралелью, в том числе, будет, что стороной конфликта и в этой истории виступает, власне, Россия. Тому, напевно, все-таки ключ здесь надо шукать там. Потому что, в принципе, я думаю, что Осетини, и Абхазии, и Грузии, напевно, швидше начали спільную мову между собой без российского фактора. Хочу, мы сейчас это не видим в студии. Насправді, сейчас, это, что происходит в 2008 году, это, что происходит сейчас, это спроби, все-таки, России, которая себя вважает на данном этапе, принаймні, спадкоемицею великой такой империи, которая в разных видах существовала, намагание втримать свой, власне, вплив на эти территории. И, власне, для этого подживлюются, власне, вси, ну, много конфликтов. Тобто, не можно говорить, что у них немає своєї природи, але замість цих конфликтов регулировать, іде їхнє підживлення, ідеться гра міфами, стереотипами і так далі. І звідси це все, ну, власне, ненависть і непримиримість, яка, ну, сіється, вона просто так не виникає. Тому, власне, треба дивитися, ну, в такому, напевно, ширшому, ширшому контексті. Все-таки, в Україні потрібно, ну, українцям, нам всім потрібно шукати і розуміти один одного, перш за все. І, але жодним чином при цьому не треба говорити, що у нас в державі в класичному вигляді громадянська війна чи громадянський конфлікт. Абсолютно ні. Це конфлікт, все-таки, ну, міжнародний і ворог в Україні єдиний. Це Росія. То, що частина громадян України в силу тих чи інших обставин допомагає Росії, це вже окрема, як би, довга історія. Ну, конфлікт жодним чином порівнювати, ну, не можна в такому, власне, контексті розглядати все-таки. Дякую за думку. У мене вопрос техніческий к Алану. Алан, скажіть, будь ласка, понятен ли вам український язык, просто щоб ми... Нет, не понятен. Ярослав, могли б ви... Хорошо, хорошо, не вопрос. С уваження к... Да, да. Да, это только с уваження, ну, для того, щоб уважити нашу сторону, да, і говорити действительно на понятном языке. Александр, ваша мысль? Ну, здесь дело в том, що прозвучало несколько сугубо таких юридических терминів, вернее, международних правів терминів, например, геноцид, агрессія, оккупация, аннексія і так далі. В міжнародному праві все эти термини имеють конкретне юридическое содержання. І є определенная конвенція, которая регулирує вот некоторые з цих, так сказати, поняття. Ну, в частности, прозвучало обвинення Грузії по поводу совершения геноцида. На самом деле, есть конвенция о предупреждении геноцида 1948 года, которая содержит в себе четкое определение этого понятия, этого явления і четкие критерії. Более того, в этой конвенції предусматривается обязательна юрисдикція в случае возникновения споров по поводу содержания і положения этой конвенції, обязательна юрисдикція Международного суда ООН. То есть, предположим, если бы Грузія действительно совершала акты геноцида, то Россия вполне могла бы обратиться в Международный суд ООН і потребовать, так сказати, ну, решения этого вопроса. Россия этого не сделала. Есть і другие международно-правові механизмы, які позволяют бороться с геноцидом, ну, в частности, Европейский суд по правам человека. То есть, вот, возникает вполне логичный закономерный вопрос, почему, скажем, Россия, если она убеждена в том, что Грузия совершает это ужасное Международное преступление и геноцид, почему не воспользовалась Международно-правовыми механизмами. Но об этом можно целую лекцию читать, то есть я не буду входить в эти детали. Второе. По поводу агрессии. Тоже есть определение агрессии 1974 года, разработанная Генассамблея ООН. Это своего рода интерпретация, официальная интерпретация устава ООН. Там тоже содержатся четкие критерии и четкое определение понятия агрессии. Вот с точки зрения этого понятия действия России, они полностью подпадают и могут квалифицироваться как акт вооруженной агрессии против Грузии, поскольку были задействованы вооруженные силы. То есть вот от этого, в общем-то, факта и от этой юридической квалификации просто никуда не деться. Ну и, соответственно, результат этой агрессии – это как раз военная оккупация. Это уже термин из международного гуманитарного права. Есть Женевская конвенция 1949, есть Гаагские конвенции 1907 года. То есть, да, я согласен с грузинским коллегой, что его определение, оно юридически корректное, соответствует вот этим нормам международного права, которые я упомянул. То есть, действительно, на сегодняшний день юридический статус территории Абхазии и Южной Осетии – это военная оккупация, то есть территория, которая оккупирована Россией. А в данном случае Россия выступает как оккупирующая держава, то есть несет определенные обязанности, это термин юридический. Спасибо, спасибо большое, Александр. Я, чтобы структурировать беседу, мы видим, что сейчас каждый из гостей высказывает свое понимание природы этого конфликта. Давайте пойдем дальше. Владимир, ваше понимание природы этого конфликта, потом обязательно послушаем Алана и послушаем Василия, который в Житомире. Я бы обратил внимание, прежде всего, на человеческий фактор в природе этого конфликта. На самом деле мы помним, те, кто жил во времена перестройки, это рост национального самосознания на национальных территориях. Мы понимаем, что все республики были очень таким образом территориально оформлены, советские республики, было много автономий во всех республиках, которые очень часто даже, в общем-то, с основной республикой, материнской, условно так, из 15 республик, никакого этнического религиозного родства не имели. Вот взять, допустим, взять калмыцкое СССР, буддисты, да, в Астраханской области. Так вот, Грузия. На самом деле, я думаю, что, к сожалению, национальное самовозрождение перешло в национальную гордыню у некоторых групп элит. Потому что, если мы говорим об Абхазии, то, вот я согласен, что война, то грузина, абхазо-грузинская война шла в 90-е годы. И фактически на момент, когда эта Абхазия окончательно отпала от Грузии, там уже не было контроля на этой территории, в ущелье там, в ущелье была граница фактическая, много было беженцев. Я не хочу оправдывать никакую из сторон, потому что виноваты, я думаю, в абхазо-грузинском конфликте две. Я помню, что только... Две стороны вы считаете виноваты? Я помню, две стороны. На самом-то деле, там даже в Абхазии шла чеченско-московская война, можно сказать, чеченско-грузинская. Потому что на стороне абхазских отрядов воевали Салман Радуев. Я знаю это не из каких-то чужих тот. Я знаю очевидцев этих событий, когда люди пробирались, воевали на Шауна, воевали на территории Кавказа. Воевали на грузинской стороне, на абхазской стороне журналистов, воевали адыги. И воевали еще очень странная публика, которая потом вдруг начали находить их мертвыми, с прострелянными головами. Некие казачки в какой-то полутакой фантастической перетошной форме. Казаки, да, были и там. Но то, что эта война принесла страдания всем, в том числе грузины, пробирались тайком, выбирались, чтобы не убитыми через блокпосты чеченских отрядов, абхазских отрядов. Точно так же, я думаю, что это обычная человеческая гордыня затмила людям разум. В принципе, в Украине, если говорить о конфликте, да, то же самое. И насчет Южной Осетии, я не в курсе этих тонкостей, событий всех этих, которые... Но вопрос, а в чем выражался геноцид? Вот у меня доказательства этого плана, вот о котором говорил наш собеседник в Южной Абхазии. Мне просто интересно. Действительно, есть такой план документальный, он где-то оформлен. Очень жаль, что Гелла Васадзе отключился. Мы с удовольствием готовы были его слушать. Нам было бы интересно услышать его мысли, но это выбор этого человека. Я просто передаю слово нашей студии в Южной Осетии. Алан, скажите, пожалуйста, ваше, если можно коротко, видение природы этого грузино-осетинского конфликта. Почему он возникал? Что касается по поводу геноцида, то само по себе определение геноцид, это намеренное уничтожение полного или частичного какой-либо этнического национальности. В данном случае в Южной Осетии было точно так же. В Южной Осетии в 1991 году с 1989 по 1991 год намеренно уничтожался южно-осетинский народ. Где вы были тогда, вы лично говорите, что Россия, в частности Александр, это не искусский дебат, ничего личного. Ответьте, пожалуйста, вы говорите про оккупацию, вы были когда-нибудь в Южной Осетии во время войны? Сделайте громче, пожалуйста, режиссеры в студии, звук не слышно. Да, да, да. Ну, я не был, так сказать, будучи юристом международника. Но виноват Россию. Я не был, но виноват Россию. Сейчас мы Василию тоже предоставим слово, просто Василий еще не проявился в нашей беседе, это очень важно, чтобы каждый из наших гостей проявился. Если можно, короткий ответ и пойдем дальше. Значит, ну, по поводу определения геноцида, дело в том, что, действительно, родовое понятие, которое дается в этой конвенции, оно звучит приблизительно так. Это намеренное, то есть здесь очень важно, когда мы говорим о квалификации этого международного преступления, доказать наличие намерения уничтожить определенную нацию как таковую. Только потому, что люди принадлежат к этой нации, они уничтожаются. То есть это серьезное обвинение, его необходимо доказывать. Причем вот Россия, если она так считает, пожалуйста, в международный суд ООН есть, можно обратиться на основании этой конвенции и доказывать. Вот почему этого не делается, я не знаю. Спасибо, Александр. Алан, все-таки уточните Ваше видение самого конфликта. Какова природа этого конфликта? К сожалению, очень плохо слышно. Проблемы со связью, Алан, простите, пожалуйста, если слышите, одну секундочку, убедимся, что связь налажена. Да, это от сети, от интернета зависит. Я хочу попробовать еще раз, Алан, попробуйте говорить. Алло, вы меня слышите? Да, теперь слышно. Вот, Александр, что касается по поводу России. Вы сейчас не с Россией разговариваете, а с Южной Осетией разговариваете. Это вам говорит Южная Осетия, что у нас были попытки совершения геноцида. И не надо сейчас говорить, что почему Россия туда, почему Россия сюда. И порой, то, что вы не можете утверждать или отрицать это, потому что вы не были на этой войне. Вы не видели, как убивают простой народ. Точно так же, как я не могу говорить про многие вещи, допустим, у меня не было. Я, допустим, не могу говорить про Вьетнам, про Ирак, потому что я там не был. Я не видел, как бы, настоящей подлинной картины, что там происходит. Точно так же и вы не можете говорить, что у нас происходило. И вы не можете мне утверждать или пытаться изменить мое мнение. Я говорю то, что я видел. Александр, может, короткий ответ, потому что личное к вам обращение было. Да, да, дело в том, что то же самое говорят грузины. То есть они могут утверждать о том, что на самом деле речь шла о геноциде грузинского народа. То есть, пожалуйста, но дело в том, что это надо доказать. Есть международный суд, и вот необходимо провести соответствующее расследование. Ваша мысль услышана. Александр, вот один маленький вопросик к вам. У вас как-то слова не сходят друг с другом. Вот вы обвиняете во всем Россию. И в то же время говорите, что Грузия говорит те же самые слова, ту же самую причину, что и говорите в Осетии. А какие у вас есть тогда факты обвинять в этом Россию, допустим, не Грузию? Почему вы переходите на сторону Грузии, а говорите против России? Вы сами сказали, что и Грузия говорит то же самое, и Осетия то же самое. Ну я попробую ответить. Дело в том, что я не на стороне ни Грузии, ни Южной Осетии, ни Абхазии. Я на стороне международного права. Есть около 32 резолюций Совета безопасности, которые были приняты в связи с вот этими событиями в основном в Абхазии. Там четко сказано о том, что Совет безопасности признает территориальную целостность Грузии. А резолюция Совета безопасности имеет юридическую обязательную силу. Поэтому международное право требует реализации этого принципа территориальной целостности. То есть с точки зрения международного сообщества ООН и Совета безопасности Южная Осетия является частью территории Грузии. Вот такое международное право. Можно его игнорировать, но оно именно таково, к сожалению. Теперь мы послушаем мысль Василия Муравицкого, город Житомир, политолог. Василий, ваша версия, как выглядит грузино-сетинский конфликт? Версия простая. Я расскажу историю. Я думаю, она будет достаточно ясная. Когда американцы приплыли, точнее не американцы, а англичане, португальцы, англосаксы, немцы, голландцы приплыли на территорию Северной Америки, они нашли там очень много индейцев. И они покупали ружья, они привезли с собой ружья, огненную воду, водку, привезли с собой драгоценности. Они подходили к вождю Гуронов и говорили, Гурон, вот тебе ружья, вот тебе бусы, вот тебе огненная вода. Мы твои лучшие друзья, а вот иракезы твои самые главные враги. Далее что они делали? Они приходили к иракезам и говорили, вот иракеза, вот тебе ружья, вот тебе огненная вода, вот тебе бусы. А Гуроны это самые твои главные враги, а мы твои самые лучшие друзья. И теперь вопрос, очень просто, по аналогии Украины и грузина-осединского конфликта, готовили ли американцы грузинскую армию? Готовили. Поставляли ли, вооружалась ли Грузия перед конфликтом несколько лет? Вооружалась усиленным темпом. Оружие поставляли из Украины? Это факты, мы можем где-то проверить эти факты? Безусловно, это открытые факты, Украина очень много оружия поставила, поставлял и поставлял Израиль оружие, подготавливались американскими специалистами войска в Грузии, подготавливались. И теперь простой вопрос, не похожа ли эта ситуация с той ситуацией, на которую сейчас в Донецке? Последнее обострение, которое произошло на территории Донецка, было почему-то по времени связано с появлением Филиппа Бридлова, такого генерала, командующего войск НАТО в Киеве в ноябре 2014 года. Потом начались обстрелы, потом началась Дебальцева, потом началось окружение Дебальцева, Минский договор. И теперь у нас в Киеве два дня назад появился Фрэнк Меллон, министр Великобритании, министр обороны Великобритании. Это открытая информация, она в открытых источниках, да? Это не просто открытая информация, это официальная пресс-конференция происходила в Киеве. И теперь я высказываю свою точку зрения, свою ситуацию на конфликт. Саакашвили подготовили к войне. Слышно меня, да? Да, да, да. Саакашвили подготовили к войне. Ему сказали, что мы тебя поддержим, ты только нападай. Ему его вооружили. Ему дали все гарантии. И когда он осуществил агрессию против Южной Осетии, я уверен, что в Москве было сказано, когда эта агрессия может произойти. Для чего это было сделано? Кем сказано? Ну, заинтересованными лицами приблизительно было сообщено дата появления. Цель была очень простая. Введение ограниченного биотворческого контингента на территорию Южной Осетии и Абхазии, после того, как грузины и осетины друг друга поубивают, после того, как гуроны и эротезы поубивают друг друга. Василий, еще раз очень короткий вопрос, короткий ответ. И так, так все же, по твоему мнению, в чем основная природа данного конфликта? Вражда посеяна третьими лицами? Вражда посеяна третьими лицами? Ярослав предлагал посмотреть шире, но почему-то шире, это у него только до Москвы. Но у нас же есть и другой, настоящая империя, настоящий мировой владыка, который, по сути такой, Россия не властвует в мире. Если Саакашвили не общается с Путиным, Саакашвили общается напрямую с американским президентом, он ищет у него гарантию, он ищет у него финансирование. Почему не посмотреть шире, не посмотреть заинтересованность других лиц? Василий, спасибо большое за мысль, коллеги, оставайтесь обязательно сейчас на связи. Я просто хочу зафиксировать, чтобы мы зафиксировали именно, что на лицо разность мнений. С этим надо жить, с этим надо дальше разговаривать. Как я предлагаю дальше построить беседу? Ну, мы уже видим, разность мнений есть, по факту. Наверное, есть эта разность мнений у многих, у многих групп, больших групп людей. Обменяйтесь уточняющими вопросами друг другу, если кто-то имеет что против сказать данных мыслей. Простите, странно другое. В Грузии поменялось уже сколько президентов? С какого времени? После Шевернадзе. Ну, после первого конфликта вооруженного на территории Грузии, Абхазского, до Осетинского. Был Абхазский конфликт. Сколько поменялось? И я сбылся со счетов. Два или три? Два. Бог с ним, поменялись. Уже вроде бы другие люди. Уже сегодня у власти я желаю успехов в самореализации нашему уважаемому собеседнику из Южной Осетии, политической самореализации, человек, рожденный в 91-м году. Которое поколение. А неприятие друг друга, я стараюсь подбирать слова, не прекращается. Вы знаете, что я не поленился заглянуть в свои библиотеки, полистать некоторые книги. Почему я говорю о Абхазии? Потому что Абхазию я знаю. Бывал, отдыхал. Друзья, среди журналистов и тогдашних политиков были у меня. Более того, я знал тогда, что определенные абхазско-грузинские конфликты возникали чуть ли не с 1957 года. И не просто себе там сварку напозрить. О чем это говорить, Валерий Павлович? Я говорю о том, что меня поражает, как люди законсервируются, вот в таких конфликтах законсервировались, ищут конкретных виновников, повторяют на протяжении вот уже 20 или сколько там лет одни и те же мифы. Ну, Приднестровский конфликт. Сейчас у нас украинский конфликт. Приднестровский конфликт, совершенно верно. И так далее. Чеченский конфликт. Вот столько. Почему не в состоянии даже молодые люди немножко подняться? Но мир-то уже другой. Тогда был Советский Союз, тогда мы сидели в своих клетках, автономных, союзных, республиках и так далее. Сегодня мир изменился. Вспомните Шамиля. Какой выход? Думать. Хороший, это мне нравится. Думать, это очень всегда полезно. Думать, думать, а не повторять старые мифы и легенды, которые устарели уже. Как найти точки соприкосновения? Как прийти к общему знаменателю? Есть две или больше мнений? Два мнения или больше мнений? Запытание, власно. Можно по-русски, пожалуйста? Извиняюсь или не извиняюсь, но перехожу на русский. Как раз и возникают такие масштабные конфликты, когда люди не слышат друг друга. Для того, чтобы люди слышали друг друга, для этого и существует международное право. Или телемосты 17 канала. Есть какие-то правила, по которым живет мир. И когда какая-то сторона, даже если она в чем-то и права, пытается переписать эти правила, возникают глобальные военные конфликты. Товарищ Гитлер или не товарищ, как бы он, да, да, не важно. Он тоже вроде бы как бы где-то в чем-то, может, и был прав. Были правы где-то там судеты. Мы можем много об этом говорить, и каждая сторона что-то в себе там искала, да? Но вопрос был главный один. И он не устраивал мир, мир, который существовал, те правила, которые были. Мы сейчас имеем то же самое. То есть есть правила. Больше того, Россия есть в Радбезе ООН. Ну, пожалуйста, ну как, если создается трибунал, кто-то против. Перед этим идет пропаганда три месяца, что я о самолете говорю. Ну, это очевидный факт. Ну, нельзя отрицать этого. То есть есть факт, есть право. Если вам не нравится международное право, вы воюете против всего мира. Тогда уже не важно, кто прав, кто не прав. Тогда уже, не дай бог, это дальше зайдет. Через сто лет это будут наши, ну, не знаю, будет ли кому судить о том, что произошло. Для чего все это? Есть правила, есть нормы. Надо в рамках их действия или же менять эти правила с помощью того же права. То есть, другого никто... Конечно, ничего другого. Согласен. А можно уточняющий вопрос? Россия, безусловно, мощный мировой игрок, влияет на многие процессы. Для того, чтобы сбалансировать, вы согласитесь, что есть действительно, по мнению Василия, еще некий игрок, что значит, что значит есть? То, что он говорит, совершенно не противоречит тому, что говорил я. Да, вот я хотел уточнить, можно ли это прийти к общему знаменателю, что есть еще другие игроки, такие, как Америка, Соединенные Штаты Америки, очень мощные игроки, которые тоже влияют, например, на Ближнем Востоке, на многие процессы. Конечно, да, значит, но мы говорили о конфликте Абхазии, о конфликте в Украине, поэтому я высказывал в Совете Граммка, вы как бы задали тон, то есть мы не можем сейчас на Саудию с Каравой перейти, на Косово вспомнить, все что угодно. И Америка была не права, никто не говорит, что Америка... Америка действует как бы другими методами, но в принципе, подход и желание, в чем-то сложный. А вот какими методами? В смысле? Хороший вопрос. Вы знаете, Ярослав, есть у моряков, у меня одноклассник моряк, он мне рассказывал очень простую историю, есть международное морское право, которое действует вне границ государства, но очень серьезное. И знаете, какие две страны не выполняют международное морское право? Это вам вопрос. Соединенные Штаты Америки и Израиль. А, Израиль, да, хорошо. Ну, я знаю много стран, каждая страна, которая не выполняет право. Для этого... Причем здесь морское право в том, что мы говорим. Давайте, если мы будем так пользоваться, то мы когда-то Колумба вспоминаем, знаете, если говорит человек о том, что был конфликт в Абхазии, Осетии, он как бы противоречит, ну, там есть международный роман, ему говорят, вы там не были, вы не знаете. Ах, да, вы при Колумбии были, правда, и вы при Колумбии видели. Ну, так нельзя такими как бы вещами апеллировать, сейчас как бы перебрасываться. Я закончу. Извините, мальчики, не ссуну. Я закончу. Нет, это нормальный конструктивный спор. Просто я не люблю от этих, знаете, неправил. Есть правила, надо говорить по правилам. А это получается, вот эта процедура, она нас в это уходит. Поэтому, извиняйте, ну, надо говорить, ну, по сути, по сути. Честно говоря, вот я послушал, узнал для себя очень много нового. Ну, наверное, мои коллеги более осведомлены о международном праве в том числе. Но для меня это открытие, что, оказывается, Соединенные Штаты и Израиль не соблюдают международное морское право. Ну, для меня это колоссальное открытие, можно сказать, за сегодняшний день. Ну, вот это не открытие для моряков, которые с ними сталкиваются? Вы когда в последний раз вы в морском плавах? Вы имеете в виду, когда я в последний раз встречался с моряками, так сказать, или разговаривал с моряками? Я не знаю. Но я бы просто ограничусь одной формулировкой в продолжении того, что сказал коллега. Действительно, на вот этот классический вопрос «что делать?» ответить можно однозначно. Соблюдать международное право. Именно такое международное право, какое оно есть на сегодняшний день. Вот и все. К сожалению, у нас есть факты в Украине, которые побудили, имеют факты нарушения международного права, которые побудили в том числе и гражданское противостояние, и противостояние группы населения против власти, имею в виду против власти Януковича. У нас, к сожалению, был президент не по процедуре смещен, по несуществующей процедуре. Не было импичмента, не было выборов, сбежал, не сбежал, суда не было, непонятно. То есть процедура была нарушена. Это тоже один из фактов, который побудил волнение, разночтение, конфликты, разнотолки и так далее. Я, например, за процедуру, за правила, но для всех одни. Хорошо. Владимир? Если говорить о том, что происходило в Северный Кавказ, Закавказье, то на самом деле да, Соединенные Штаты делали поставки оружия в Грузию, да, они обучали грузинскую армию, но из России шло оружие, в Абхазию это никто. Кроме того, США и Россия не единственные игроки в регионе. Есть еще Иран, а еще есть более серьезные игроки. В этом конкретно. Турция, после того, как союз начал валиться, идея пан-тюркизма, пан-исламизма, она, в общем-то, довольно взметнулась, как знамя в турецкой внешней политике. Если говорить, совпадают ли геополитические интересы НАТО, США и Турции в вопросах Черкесии, Северного Кавказа, Абхазии, Крымских Татар, Турции, пардон, Азербайджана, Аджарии, мусульманского анклава Грузии, граничащего с Турцией, Армении, Ирана. То есть, там очень много разночтений в интересах геополитических. Это пока как бы Грузия, Турция под зонтиком НАТО, но там очень активно действовали турецкая дипломатия и турецкие интересы там присутствовали очень сильно и до сих пор присутствуют. Если говорить о том, что делать, то как бы это цинично ни было, люди, которые вот так вот расстались, тем более они по языку они различные, разница присутствует, по вероисповеданию они различные, пускай они разойдутся, политика это реальная вещь. Да, нарушение процедуры было с точки зрения международного права. То есть если бы даже допустим, если бы российские войска дошли до границы Южной Осетии и остановились, то ладно бы еще как-то, да, а так они прошли дальше в сторону Тбилиси. Возможно, Россия была права, возможно, осетины правы, я не знаю. Возможно, кто-то перегнул палку в Грузии или был прав в Грузии в этих межнациональных конфликтах. Были межнациональные конфликты, в них влезло много игроков внешних и подливали все масла в огонь, в итоге закончилось тем, чем закончилось. Испанская гражданская война, да? Испанская гражданская война, но там не распалась Испания, она тоже страна автономии сейчас, очень много диалектов и прочего, но признать, признать реалии, признать реалии. Не хотят жить, никто их уже не вернет. Я думаю, что в принципе грузинское руководство, кто-то из руководителей говорило, что они хотят начать диалог с Южной Осетией. Дай Бог, чтобы сели спокойно, со временем, обсудили и как-то нормализовались отношения. Невозможно жить войной. за задачу с Алану. Скажите, вот диалог какой-то выстраивается, точки соприкосновения ищутся между Грузией и Осетией? Знаете, что самое удивительное, так сказать, сам народ грузинский, почти у каждого второго осетина есть знакомые Грузии, дальние родственники. И сам диалог с народом, он как бы есть, был и всегда будет. Что касается по поводу власти, то со стороны Грузии никакого диалога нет, не было и не путь. Я так думаю. Если бы со стороны в приличии был какой-либо диалог, я думаю, это бы дало свои результаты. Но, как видите, с 91-го года никакого диалога, почему тогда вы говорите, вот, сейчас, секундочку, что надо приходить к общему мнению, надо думать, да, это правильно, Александр, вы правильно сказали, что в первую очередь любую проблему надо сесть за стол переговоров и обсудить. Почему тогда со стороны Грузии никогда, Грузия никогда не проявляла инициативу как бы юридически, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить всю эту большую проблему. И что касается по поводу несовершенности, вы все прекрасно знаете, что по всем международным правам, не помню, я не юридический международник, я просто не могу уточнить данный пункт, достаточно 15-14 лет, чтобы государство было независимо от кого-либо. Это дает ему право провести свой референдум и подать свое давление на недависимость. С 91-го года мы от Грузии ничего не получали, и до этого ничего не получали. Единственная помощь, которую мы получали, это со стороны России. С 91-го года мы хлеб получали от России, молоко получали от России. Это и сейчас. Это и сейчас так. Посмотрите, ребята, на это реально. Алан, скажите, пожалуйста, ничего не говорится против грузинского народа, ничего. Никто про народ плохого не говорит. Сам народ там хороший, хотя и везде есть свои отмородки, так сказать. Дело там в самом правительстве. Почему так вы говорите, что в 2008-м году Россия напала на Грузию? Тогда почему это до этого не произошло или после этого не стало происходить? Почему Саакашвили, которые вы говорите, что Грузия, 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 она поступила правильно, Россия напала на Грузию. Почему на самого Саакашвили Грузии открыли уголовное дело? Почему его подали в роду? Почему он сбежал в Одессу? Вот еще один вопрос. Интересный вопрос, на самом деле. Действительно, правительство современное разыскивает бывшего президента, который участвовал в военном конфликте с Южной Осетией. И, наверное, это возможность хотя бы наметить диалог. Что может сделать человек? Извиняюсь, я перехожу к личности и перехожу сейчас к личности. Я говорю про господин Саакашвили. Что может это я высказываю чисто сугубо свое мнение. Я никому его не навязываю. Я вам высказываю просто свое мнение. И мне интересно услышать ваш ответ, ваше мнение. Что может сделать человек, который пролил кровь невинного народа и своего тоже грузинского народа, в основном грузии тоже были семьи погибших, которого сейчас свой народ подал в розыск международный, который сбежал от своего народа. что этот человек может делать для Одессы, для Украины, если он для своего народа ничего не сделал. Вы можете мне на это ответить? Что такой человек может делать? Я могу. Задолго до моего рождения ответ был дан в одной мудрой книге, которая в переводе на русский язык, так и называется книга, Библия, кое можно по делам его. Давайте перестанем, давайте бросим эту детскую привычку судить о других людях только потому, что они скажут, и давайте будем смотреть, а что они сделали. Да, конкретные Саакашвили много интересного сказал. Давайте наберемся терпения, подождем, время идет очень быстро, что он сделает? Я все-таки о другом, а что делать, кроме того, что думать? Как раз перед уже началом боевых действий в Абхазии, больно мне это в силу родственных связей с Абхазией, там от абхазских парламентариев была одна умная идея. Давайте возродим такую, сделаем такую ситуацию, которая уже была в свое время на Кавказе. Вот есть Абхазия, страна с мусульманским менталитетом, со своей отдельной интересной историей. Есть христианская Грузия, тоже с не менее яркой, большой, длинной историей. Бог распорядился, что мы живем рядом в этом почти райском краю. Давайте жить, как живет федерация, как живет те же Соединенные Штаты Америки, это ведь по сути федерация, настоящая, не советская федеративная там республика. Давайте жить. Тогда, тогдашние политики в Тбилиси не услышали это предложение, упёрлись, как некоторые наши украинские, нынешние думские политики, рогом нет, возвращаемся к конституции 21-го года, где о федерации с Абхазией, не было ни слова и так далее, и так далее. Давайте не выборочно читать историю, давайте не будем читать историю, как мы в своё время в подростковом возрасте читали Тихий Дон. Давайте читать её внимательно. Там есть уже ответы. А да получается, что, знаете, на своей первой книге, которая к моему огромному удивлению, первая мы с супругой Натальей написали книгу, там, кстати, идёт речь о Кавказе в этой книге, роман. Он вдруг неожиданно оказалась эта книга в библиотеке американского конгресса. Так вот, мы на обложку вынесли такую свою мысль. История не развивается по спирали. Она топчется по кругу, как блудливая коза, привязанная верёвкой к колу на сельской околице. Так вот, кто виноват в том, что история наша топчется? Тут можно говорить много. И как разрубить это кольцо бесконечное? Как, извините, пустить эту козу, пусть она идёт туда, куда ей хочется? Вот о чём сейчас надо говорить. А не обвинять Иваненко, Петренко, Кучменко, Саакашвиленко, ещё кто там, имя их легион. Спасибо, спасибо большое, Валерий Балович, за ваши мудрые мысли. У меня всё-таки уточняющий вопрос к Алану. Алан, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, ваше субъективное мнение, глядя изнутри, на в каком состоянии сейчас грузино-осетинский конфликт? В замороженном, вялотекущем, там, пассивная фаза, как это выглядит? Вот состояние дел на сегодня. И будем двигаться дальше. На данный момент ещё, как бы, более-менее у Юрия, хотя, так сказать, стопроцентных гарантий никто и не даёт, ни с одной стороны, ни с другой стороны, ни с третьей стороны. Но в данный момент, где-то с 2009 года, как бы, никаких фактических конфликтов, так сказать, особо не происходит, нарушения границы нет. Так бы, как бы, провели свою границу, мы провели, провела свою границу. Грузия, и, как бы, все придерживаются строго своей границы, своего мнения. Так бы, никаких на данный момент конфликтов нет. Что касается ближайшего будущего, то, как бы, Южная Осетия всегда готова к диалогу, но со стороны Грузии никаких действий к этому не приняты. Не предпринимают никаких действий диалога. Спасибо большое. Ну, и я могу однозначно сказать, что Южная Осетия никогда составить Грузии не пойдёт, потому что Южная Осетия с 1991 года существует за счёт России. И мы благодарны России за это. Это Россия, это империя, это держава, которая спасла Южную Осетию. Я это могу сказать уверенно, на все сто процентов, потому что я сам это видел, сам через это прошёл. Ну, вот Алану честно говорит, как думает. Империя большая. Да, конечно, вопрос Алану. У меня вопрос, коллеги. Было сообщение, вернее, заметка такая в газете, российская газета, так и называется независимая газета, о том, что в Южной Осетии создаётся совместная армия по существу, или там совместные вооружённые силы между, скажем так, вооружёнными силами Осетии и российской армии. То есть, это правда или нет? Вот могли бы мы... Нет, я вам могу сказать одно, Александр, в Южной Осетии есть свой президент, есть свой министр обороны, на нашивке у солдата в Южной Осетии написано «Министерство обороны в Южной Осетии». Я не понимаю, какое отношение может иметь российский военнослужащик к военнослужащим в Южной Осетии. Да, вот недавно мы заключили договор, большой договор о интеграции в Южной Осетии в состав России, как бы. Там прописываются пункты по поводу взаимодействия, помощи, но на данный момент эти, конкретный пункт и все они в исполнении. Это все только прописывается. По окончанию этот договор полностью будет готов, чтобы его представить в широкой думе. Я правильно вас понимаю, вы не видите Южную Осетию независимым государством. Вы ее видите в составе России. Только что было сказано, что вы движетесь в Россию. Вот в этом есть ответ на вопрос, наверное, начала конфликта. Если вы бы себя больше видели независимым, услышите, что я говорю, никаким случаем это в Грузии, это отдельный развод, более себя независимым, конфликт был бы по-другому разыгран и возможно был бы диалог. Если вы себя видите в составе другого государства, это то, что есть общее, к сожалению, счастье конфликта в Украине. Говорите тогда о независимости. Спасибо за мысли. Я хочу к следующему блоку перейти. Спасибо большое Валерию Павловичу за некий такой взлет, высокий взлет над многими, над большим периодом времени. Действительно, мы видим, что в принципе суть каждого гражданского конфликта любых двух очень сильно соседски проживающих плотно народности и этносов, народов по планете Земля в разные точки истории, в разных времена истории, они имеют фактически одну и ту же природу. Ну, почему-то поссорились по языковому вопросу, по какой-то там, знаете, как эти вот, если совсем мелко посмотреть, две соседки за межу. Ну, разве не так? Да? Ну, вот в этом смысле разве нет аналогии с нашим сегодняшней украинской ситуацией. Есть граждане одной страны, туда примешаны также граждане других стран в этот конфликт. Есть ссорящиеся между собой граждане Украины Донбасса, жители, граждане Украины другой части Украины. Я сейчас хочу, чтобы вы высказали ваше мнение по поводу аналогий грузино-осетинского конфликта и, наверное, Украина-украинского конфликта, если хотите, или Киевско-Донбасса-Донецкого конфликта, как хотите. Ведь, к сожалению, до сих пор нет доказательств каких-то таких абсолютно убедительных, что именно абсолютно там 90% воюющих сторон, точнее, воюющей стороны со стороны Донецка, Донбасса, это российские граждане, кадровые, военные. Ну, тот, например, пленный, который освобожден был с помощью переговорщиков 17-го канала, это участник батальона ОУН Куханиевского. Ну, он говорит, что украинцы вытащили его из рва, там, вкололи бутерфенол два тюбика, то есть, там, это были везде украинцы, Донецкая больница, украинские доктора лечили, везде украинцы, украинцы, там, ну, где-то, может, какие-то русские проскакивают. Так, вот мой вопрос, аналогии этих двух конфликтов, возможно, мы, когда проведем эти аналогии, как-то увидим, как завершить наш украинский конфликт. Ну, вот, видите, аналогии есть прямые, если вспомнить хорошо, сейчас, как бы, немножко забываем, хотя времени прошло совсем немного, как начинался конфликт на Востоке и в Крыму. Много кто-то слышал слов о независимости Крыма, Донецкой республики, Луганской, или о федерации даже. Россия, Путин, флаг. Это не надо забывать. Крым не говорил о независимости. Подожди, подожди. ДНР, ЛНР звучало. Это история. Это история. Мы можем включить, мы это увидим. Это пошло уже потом, это уже другой сценарий. Но сам факт. Мы помним прекрасно, чьи были флаги и какие вообще вещи, как бы, звучали. Если бы был поставлен вопрос федерализации других, это другой разговор. Мы имели 2005 год, давайте не будем забывать. Когда не было прямого вмешательства, чем все закончилось? Более-менее урегулировалось и страна еще 10 лет жила без этого конфликта. Потому что не было договорились внутренние элиты. А какой вы видите в виду? В 2005, когда пришел Ющенко к власти, Майдан. Украинские элиты, они все-таки могут договориться между собой, чувствуя то, что они могут что-то потерять. И мы это показали, например, в 1991 году, в 2005 году. Я уверен, это же было то же самое было бы и сейчас. И Рожба очень наивный человек. Внешательство. Ну давайте без осуждений. Это не серьезный разговор вообще. Если это политолог, то это политолог. Если вы врач, тогда вы, пожалуйста, в других. А наивный это не диагноз? Ну как это по-вашему называется? Давайте не будем оценивать коллеги. Давайте оценивать не друг друга, а оценивать историю и ситуацию. Вот есть факт. Поэтому есть жесткое внешнее вмешательство, что и мешает разрулить этот конфликт, извините за такой жаргон, мирным путем. То есть если бы разговор шел с той стороной, так мы даже видим на примере множества руководителей военных подразделений по национальности россияне с России приехали. Это нормально? Ну есть. Это нормально? Разве? И Россия это не осуждает? Как в любой конфликте? Ну как в любой? Ну подождите. Ну российская техника, ну откуда? Ну какая страна имела такую технику в военном конфликте? Вспомните 20... Когда в Абхазии имели такую... Современную военную технику как в Абхазии? Когда Испания? Когда между собой. Я имею в виду, какая страна, которая была типа в гражданском конфликте, где есть повстанцы, имела такое оружие, как сейчас имеют ЛНР, ДНР. Откуда оно? Оно украинское. Но откуда это происхождение этого оружия? Это все серьезные вещи. Это международное право. И это нельзя сводить каким-то таким маркером, знаете, сначала нам пытались, извините за выражение, втюхать Новороссию. Когда она не получилась, пошел разоговор ДНР, ЛНР и так далее. То есть есть некие сценарии. Не получилось то, что хотелось. Сейчас сценарий переигрывается, затягивается время. Но все очевидно и понятно. Есть сценарии, есть группы, но на самом деле... Это большая ошибка. Если Украина сами мы будем себе навязывать, то, что мы между собой воюем, мы никуда не зайдем. Мы играем на руку врагу, который не хочет, чтобы мы помирились. Мы не можем называть конфликт внутреннего... Мы ему большую роль предоставили, чем он заслуживает. Тогда давайте говорить, что гражданский конфликт с иностранной интервенцией непрямой, которая началась в августе прошлого года. Она явно тогда... Потому что вторжение... 18 лютого началась. Медаль за сжатие Крыма 18 февраля вручалась. Один уточняющий вопрос, чтобы произвести... Решение... Я вас разниму про пользуясь правом модератора. Только пользуясь правом модератора. Ярослав, один уточняющий вопрос. Согласны ли вы, что имеет место быть в Украине гражданское противостояние в том числе? Гражданский конфликт в том числе? Наверное, в международном, каких-то нормах, правилах скажет человек более в этих вещах разбираешься. Я же скажу другую вещь. Есть продолжение Украина, украинско-российской войны, хотим этого или нет, которая же тянется столетиями, наверное, и даже. Как она выглядит сейчас, это второй разговор. Но конфликт именно в таком ключе он идет, к сожалению. То, что часть граждан Украины поддерживает русский мир, так званный, или Россию, это никоим образом не говорит о внутрешней гражданской войне и гражданском конфликте как таковым. А как это называть тогда? Это я не хочу никого обидеть, это коллаборанты и все другое, можно как угодно говорить. То есть люди, которые помогают врагу, как называли те, кто помогал Гитлеру, так и можно называть и здесь. Я не хочу эти вещи говорить, но давайте будем откровенны. Не надо как бы этими мифами, вот сейчас нам, извините, зашел сюда этот наш брат, наделал делов, а сейчас это вы между собой, ну мы как бы есть, и нас нету, ну вы где? И навязывается эта мысль, не надо. Василий, я предоставлю слово, Василий, прошу прощения, сейчас все хорошо, все нормально, мы просто разбираемся и в чем смысл, в том, чтобы разобраться. Мне, например, на самом деле не так все понятно. Я на самом деле честно хотел бы назвать своим другом британского министра обороны, но я не знаю, я не уверен, что это враг, я не уверен, что это друг, мне хочется разобраться, они несут нам помощь или они помогают разжигать конфликт. Не знаю. мне кажется, что все сложнее, но это тоже, опять-таки, только моя мысль на аналитику. одно общество делится на две части. Например, тетушки, журналисты, ватники или беркутовцы и евромайдановцы. Такого разделения не было полтора года тому назад. Очень простой вопрос. И это разделение когда началось и в каком городе? Это в Киеве. И теперь посмотрим на историю. Ярослав хотел историю, да? Сто лет тому назад Щерц, я живу в Житомире, у нас есть улица Щерц, у нас похоронен Баженко, его один из руководителей. Это чисто украинский полководец. Вместе с ним сражался Довженко, который с ним потом о нем снял фильм. И против кого они воевали? Они воевали украинская дивизия Щерца имени товарища Бугуна против Гайдамаков Фетлюры. Такого конфликта не было. Это не было названо гражданской войной. Или это может быть была какая-то интервенция извне. Украинцы против украинцев. И теперь я просто хочу привести очень маленький пример. Лидер, глава батальона киборгов, который был попал в плен в Гиве, его фамилия Кузьминых, он сын Сибиряка из Житомира. И вот что рассказывали эти люди, которые были в аэропорту. Они говорили, самое страшное, когда начинается вечер и мы начинаем петь одни и те же песни. Это не гражданский конфликт? Я просто спрашиваю, это не гражданский конфликт? На одном и том же языке одни и те же песни в аэропорту. И поэтому чем дольше мы будем отказываться от того, что это гражданская война, тем дольше она будет длиться. Когда побеждает гражданская война только тот, кто ее прекращает. Какие аналогии, Василий, с грузино-ассетинским конфликтом? К сожалению, аналогии разные, потому что у нас гораздо все хуже. Там разные народы, мы намного ближе между собой, там разные языки, там разные культуры, там разные даже верования религиозные. Мы хотим или не хотим, мы выросли в православной культуре. культуры, мы все понимаем русский язык, мы все читали Пушкина или так далее. Но там разное этническое устройство, разное культурное устройство. А у нас еще хуже, вот только поэтому. И аналогия есть в том, что есть две внешних иностранных силы, которые, безусловно, действуют на территории Украины. Кто разжигал этот конструктор? Назови их, Василий. Я просто назову, приведу пример. Я, как журналист, я, как помощник народного депутата, был в Верховной Раде в тот момент, когда исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов принимал решение вводить войска на территорию Донбасса. К нему приходили десятки людей и предлагали мирное решение Донецкого вопроса. Разнообразными способами. Он не согласился ни на один. Я сейчас хотела перебить. Алан, скажите, а что вам известно о конфликте в Украине? И вообще в Осетии что-то знают? Давайте я вам отвечу честно. Я вам честно отвечу. Когда начался вот этот весь конфликт, я присутствовал на территории Донбасса в течение шести месяцев. Вплоть до 2 декабря 2014 года. И я прекрасно видел, что там происходит. И поверьте мне, что вот этот молодой человек Василий говорит, что никакого попытки мирного урегулирования конфликта не было. Это так и есть. Никто мирно даже не пытался урегулировать конфликты. в Донецке на Донбассе я видел ту же самую картину, что здесь в 2008 году. В Донецке, прошу уточнить, до этого в Грузии по-сульски мне, пожалуйста, и не перебивать. До этого в Пилиси, до 2008 года, когда Саакашвили пришел в власть, и была революция на Донбассе. также это тот же самый Майдан, на нем также присутствовали представители Соединенных Штатов, Пентагона, также спонсировалось все это. И к чему это все привело? Это ни к чему хорошему не привело. то же самое я видел и в Киеве. Что я видел по телевизору, это я говорю свое мнение. Я там не присутствовал и не могу вам лично объяснять. Но я могу объяснять то, что я видел на Донбассе. На Донбассе с этим не хотят жить, как в Киеве. Это вот вы все говорите, воюз говорит Украина с Украиной. Почему народ Донбасса никто не хочет спросить? Наверняка есть причина, что миллионные народы меняют решения и отношения по отношению к Киеву. Если они не хотят больше быть в составе Украины, то на это же есть наверняка свои причины. Это нереально, что несколько миллионов человек подкупить или оккупировать, как вы говорите, что Россия оккупировала. Это нереально, это из ряда фантастики, это только бывает в голливудских фильмах. Это невозможно. И никто из вас не задает себе такой вопрос, почему столько народу не хотят больше быть в составе Украины. Вот еще один, пожалуйста, еще секундочку, вот даже посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в Киеве, я читаю новости, я смотрю телевизор, я смотрю иностранные новости, BBC, CNN, я смотрю, что не получаешь так, что я смотрю российское телевидение, это по-разному зарубежно. Но везде пишет только одно, что народ в Украине она недовольна. Посмотрите, до чего скатились ихнии пенсии, посмотрите, какие ставки на налоги, на воду, на газ, на электричество. И вы говорите, что власть, которая сейчас пришла, люди, которые сейчас пришли к власти, они пришли для народа? Разве так вот для народа делается, что пенсию укоротить на 90% и на 300% поднять госпошлию налоги? Дедушкам и бабушкам не хватает элементарного тех денег, которые им даются там. Да, я услышала вас. Алан, я правильно вас поняла? Вы были на Донбассе 6 месяцев. Я был волонтером, да, я был волонтером на Донбассе, я был 6 месяцев. 6 месяцев я присутствовал на Донбассе. Какие аналогии вы видели? Какие аналогии? Это чем-то конфликт? Это все то же самое. Все то же самое. Все с точности на все 100% все повторяется. Только на Донбассе это происходит около полтора лет, а на Южной это происходило на протяжении 25 лет. И никакой больше другой разницы нет. Спасибо большое, коллеги. Теперь точно надо перейти к попытке понять как решать этот конфликт. Я видел искренность с каждой стороны. Каждый высказывавшийся человек он искренне убежден в чем-то. Владеет аргументацией, своими примерами. И так было всегда, наверное, всю историю человечества. вы какие-то спорные. это не дотруднит вас, пожалуйста, это вопрос. А он может уточните вопрос, если я сбил, простите, пожалуйста, вы уточните вопрос. Обязательно. Повторите, что вы любите технические проблемы. Повторите, пожалуйста, еще раз технические проблемы. Еще раз повторите вопрос. Пока спорим, мы еще обязательно услышим эти вопросы. Сейчас буквально восстановится связь, потому что пропадает сигнал интернет. Вот сейчас еще раз есть клеточки, не видно. Попробуйте еще раз вам. Власть, которая сейчас действует, легитимная власть на территории Украины, Порошенко, Турчинов, Яценюк, это я сказал, именно особых почетных политиков на Украине. Вот что они сделали для народа? Разве власть, которая избирается народом, она делает такие вещи, как лишать пенсии, поднимать налоги, лишать народа всего. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, киевская студия, коллеги, у кого есть ответы на конкретный вопрос? Я вначале попробую дать ответ, потом все-таки вернуться к принципиально важному вопросу по поводу квалификации того конфликта, который имеет место быть на территории Украины. Исходя из этого, так сказать, с чего начать, вот что делать. Во-первых, честно говоря, для меня является тоже довольно новая информация о том, что якобы наше правительство или наша власть сократила на 90% пенсии или лишает кого-то пенсии. Я об этом не слышал, честно говоря, может быть, моего коллеги. Даже если мы берем инфляцию, то не на 90%. Поэтому в этом смысле, так сказать, у меня есть определенные сомнения. Ну и сама постановка вопроса, что власть сделала для народа, носит очень такой абстрактный, неконкретный характер. И его можно адресовать практически к любой власти в любом государстве. Александр, извиняюсь, что я вас перебью, но хотите, я отвечу на тот же самый вопрос. То есть вы сами задаете и сами отвечаете на свой же вопрос. Пожалуйста. Как будто вы задали тот же самый вопрос, что власть в Южной Осетии после войны взяла для народа. Власть в Южной Осетии подняла пенсии на 100%, на 120%, заработную плату, отремонтировали все дороги, обеспечили жилем, дали рабочие места и подняли просто население из нищеты. и все это это была Россия. То есть Россия, да, это насколько? Да, Россия нам помогла, Россия все это для нас сделала, чего никто для нас никогда не делал. Надо Россию пригласить сюда, чтобы она все это сделала, отремонтировала дороги, да, и повысила пенсии. Такое, да, предложение? Если народ Киева попросит править... Путина, да, поднять нам пенсии. Россия вам поможет, Россия всем всегда помогала. Запад нам поможет, говорил один классик. Не, ну, в общем-то, если серьезно, то, понимаете, во-первых, то, что происходит сейчас, вот этот конфликт на Донбассе, он, так сказать, квалифицируется однозначно. Есть принцип неприменения силы в международном праве, в международных отношениях. Это основополагающий принцип, он закреплен в уставе ООН и так далее. И то, что произошло, и, кстати сказать, и в отношении Грузии, и вот в отношении Украины, произошло вооруженное вторжение одного государства на территорию другого. В отношении Украины здесь никаких сомнений нет, потому что это не просто факт, а это то, что зафиксировано и признается в соответствующих резолюциях парламентской ассамблеи Совета Европы, не одна резолюция, где признается факт наличия вооруженных сил России, и в докладе ОБСЕ. То есть квалифицировать это можно только одним путем. Это война одного государства против другого государства. Война России. Почему международное сообщество до сих пор молчит? Не признают это агрессией? Нет, мы признаем. Во-первых, был принят закон о... Нет, международное сообщество. А, международное сообщество. Европа, США. Почему? Совет Европы и ОБСЕ это как раз и есть международное сообщество, Генеральная асссамблея, ООН, которая приняла резолюцию в защиту территориальной о целостности Украины, тоже голос международного сообщества. Просто самое странное поведение все-таки украинской власти, которая не разрывала экономических связей, поставляет электроэнергию в Крым, получает за это деньги, держит фабрики на территории России, платит России налоги, мешалоны идут товарами. Ну, в общем, вопросов масса. Я готов, кстати, согласиться вот в этом плане с вами. У меня тоже возникают вопросы по поводу того, что поскольку мы признали факт вооруженной агрессии, и это война, это называется в международном праве война, то необходимо проявлять последовательность, в том числе, вот как в Англии в свое время был принят закон Trading with Enemy Act, то есть о запрете торговли с врагом. Вот это очень важно, это уголовное преступление на самом деле. То есть такая непоследовательность, безусловно, присутствует. Но вот что делать? А делать международное право говорит следующее, во-первых, прекратить акт агрессии, вывести вооруженные, иностранные вооруженные войска, и государство агрессора должно понести международную ответственность, а те лидеры, которые, так сказать, осуществили этот акт агрессии, уголовная ответственность, они должны быть привлечены, и это касается и Грузии, и Украины. Вот так говорит международное право. Александр, нужно понести ответственность международные лидеры, которые присутствовали на Майдане и занимались свержением на тот момент законного президента, нарушая конституционный строй. Правильно, правильно. Это не так, это совершенно не так. Дело в том, что никакого переворота... Ну, он не присутствовал на Майдане, президент Литвы не присутствовал на Майдане. Значит, с юридической точки зрения, то, что произошло, ну, Россия, например, утверждает, что это излюбленный такой аргумент, российян, который говорит о том, что якобы произошел госпереворот. На самом деле госпереворота... Нет, это неправда. Конституционный суд Украины не признал это, так сказать, государственным переворотом. Государственного переворота не был. Если вы мне позволите закончить, то я с удовольствием предоставлю вам слово. Значит, дело в том, что мы могли бы говорить о государственном перевороте, если бы, во-первых, было приостановлено действие Конституции, если бы была приостановлена деятельность судов, если бы парламент был распущен, ничего этого не было. Единственное, что произошло, президент бежал. То есть государственного переворота юридически не было. Понимаете, было бегство президента, вот и все. Были акции протеста, но государственного переворота юридически не было. Вот, и Тенсионный суд поставил в этом вопросе точку. Такой правовой нонсенс, юридически не было переворота. А как можно юридически закрепить, что он был? Да, кто-то признает. Первая статья Конституции. Основа власти в Украине. Народ. Хорошо, ну тогда нужен, наверное, инструмент референдума, я не знаю. Как посчитать репрезентативность публики, которая выдвигала свои требования на Майдане? То есть какой это был процент общества? Какая социология? Кто замерил? Какие институты провели? Мне, как исследователю, как журналисту, хотелось бы увидеть эти цифры, но их не существует, мне кажется. И мне кажется, сейчас это уже просто перевернутая страница, которую очень трудно уже как-то проверить. Коллеги, у меня предложение. У нас осталось 15 минут программы, 14. Я еще раз повторюсь, ну вот Александр уже фактически начал финальный блок, рецепты высказывать, каким образом все-таки попробовать построить диалог и прекратить конфликт и грузино-осединский, и украинский конфликт, который сейчас в разгаре и в горячей военной фазе. Я вижу, что каждый из высказывающихся искренен и искренне и владеет определенным аргументацией, фактажом и так далее, своими мнениями. Но мне кажется, что все-таки важно, не размыв свое видение, где-то сделать уступку и протянуть какую-то руку помощи, внимания или другого понимания, да, конфликтующей, оппонирующей стороны. Ваши рецепты. Как нам прекратить конфликты? Рассчитывайте, вот видите, здесь с вашего разрешения. Сначала лично, Алан, вы мне напомнили моих молодых, красивых, умных, эмоциональных офицеров и сетинов, под началом которых я служил в советской армии. Это были обреченные люди, обреченные, им не светила карьера, они были слишком честные, слишком эмоциональные для той армии и того государства. Хотелось бы, чтобы та страница, то отношение к людям, та оценка событий закрылась вместе с концом того государства. Она живет еще куча лет. Почему мы уцепились, как, простите, двоечники или идиоты за теорию классовости исторических процессов и так далее, и так далее. А, ну да, еще либеральные ценности, которые нам навязывают. Есть ведь интереснейшая теория, сформулированная в Украине, основателем Академии наук независимой Украины, первой, Фернацким, о этнокенозе, о совершенно иных принципах отношений между людьми. Есть Лев Николаевич Гумилевский наук. Примеры приведите на бытовом уровне какие-то типы поведения, отношения. Я могу сказать, никогда человек, выросший в исламской цивилизации, с системой ценностей нравственных, менталитетом, который диктуется религией, ему будет трудно найти общий язык с человеком, который выступает против его религии, выступает нагло, ссылаясь на то, что априори, моя религия лучше, Иисус там выше, точно и так далее, и так далее, и так далее. Надо согласиться с тем, что мы не одинаковые. Мы очень разные. Человек может быть другим, это его право, если он... Право, правильно, право быть другим, но не навязывайте другим свое право, ваше право, заканчивается право одного человека там, где начинается другого. Совершенно верно. Не убивая, не насилая. Анклав, который живет в Луганске и Донецке, это невероятно интересные люди с точки зрения этнологов, политиков, этнопсихологов, но их никто не изучал. Простите, они несколько другие. Может быть, не так сильно. Мы смотрим так. Рот, нос, внешность, язык, вера. Нет, они чуть разные, но никто этого не учитывал. И самое страшное, что никто этого не учитывает в тех программах, которые им предлагаются с разных сторон. Ваш рецепт. Извините, перечитать для начала пятитомник Гумилева о принципах этногеноза и отказаться от старых догм о том, что все люди, братья, то ли во Христе, то ли в Аллахе, то ли под ясным солнцем статуи свободы и так далее. Мы разные. Давайте научимся уважать друг друга и не хвататься за оружие, заслышав что-то непохожее. Эту разность уважаем. Спасибо вам большое, Валерий Павлович. Я закончил. Спасибо вам большое за ваши мысли. Ярослав. Ярослав Макитера, политолог. Другого пути как мирного регулирования для Украины быть не может. Не потому, что мы самые большие миротворцы в мире, а по одной простой причине война на нашей территории. Поэтому никто как Украина не может быть заинтересован в мире. Поэтому другого пути нету, кроме как вести диалог. Но вопрос же стоит в том, на каких принципах и как вести диалог. Частично можно критиковать эти договоренности. Можно нет. Донбасс. Да. В данном случае внутриукраинский диалог. Может даже и шире не обязательно. Донбасс есть еще. Крым есть. Чернигов, Львов. Я понимаю. Это нормальная, хорошая инициатива. Приходите к нам. Приходите. Но что я хотел закончить. Немножко этот процесс как бы он урегулирован. Можно критиковать это соглашение. Но Минскими соглашениями. И есть мировые как бы игроки ключевые, о чем мы говорили. Так. Коллега с Житомира. Есть там и Америка. Есть там и Россия. Есть там и Франция, и Германия. Вот пожалуйста на этой платформе решайте. Но не надо как бы это все любое несогласие не должны превращаться в какой-то сразу обстрел на территории Украины. Решать автоматами с двух сторон на территории Украины. Да. Поэтому надо в рамках этих соглашений искать этот путь и продолжать. Они недосконально надо их пересматривать. Идти и идти. И чем больше мы продержимся на этом пути мира, мы выстоим. А оценка тому кого кормит Россия мы увидели. Они вам почему эти помидоры персики не привезли. Что там? Кормит. Это такое варварство, извините. Но это уже прямо это чисто по-человечески. Страна, которая давит продукты, которые уничтожают, она будет голодной. Это как бы факт исторический. Этого делать нельзя. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ярослав. Рецепт Минские соглашения. Я не перекрутил, да? Александр Мережко, профессор Киевско-национального юридистического университета. Буквально, поскольку коллега уже сказал, действительно надо соблюдать Минские соглашения. Несмотря на то, что они далеко несовершенные, но они предполагают самое важное для нас. Это вывод всех иностранных войск, вывод наемников и установление контроля над государственной границей Украины. И это создаст необходимые предпосылки для решения этого конфликта мирным путем. Спасибо большое, Александр. Владимир Воля, политолог. Политический диалог как основа для того, чтобы вернуть контроль над границей, вывести постепенно разных добровольцев из других стран со всех сторон. И с этой тут. Потому что у меня такое впечатление, что разные гражданские войны на постсоветском пространстве, вот они недовоевали, теперь посъезжались сюда каждый с благими намерениями. Естественно, довоевывать, кто чего там тот. Поэтому в любом случае нужно субъектность, акцент в субъектности перенести на этих товарищей, которые Захарченко и Плотницкий. Россию нужно исключить как субъект субъекта переговоров. Из этого по максимуму. Плюс, плюс, какие бы ни были эти выборы, выборы местные нужно провести и на территории подконтрольной Украины, и на территории, которая там. Пускай как проходит, только проходит. По крайней мере, если мы проведем выборы на территории подконтрольной нам, Украине, мы уже создадим модель диалога. Мы увидим срез, что такое настроение, местные элиты какие там отражают, какие интересы. Потому что Украина была разделена с самого начала. Майдан чуть не разорвал Украину, первый оранжевый Майдан. Чуть не разорвал. Тогда не было просто червоно-черных пропорив, хлопцев в масках и мордобоевны было. И с другой стороны Беркута, и все. А этот Майдан, я удивляюсь, как сейчас сидят в студиях и дискутируют те политики, которые должны быть ответственными, дальновидными. И они не учли этот опыт Грузии 2008 года. нашего менталитета. Наш колитет, а потом писать об этой диссертации. Да, да, да. И создадим проблемы, разбудим медведя усиленно, а потом будем усиленно бороться с ним. Вот я считаю, это была ошибка. Украина должна объединиться. Все должны понять, что есть другая Украина. Это не сказки, это данность. Погонным усынью желтую банду Михальчишин кричал, кого ты куды погонишь. Они думали, что это все партия регионов виновата. Что люди там обдуренные, достаточно только прийти и рассказать им истину, мессианство такое. В итоге мы увидели то, что увидели. Кровь и страдания. Желаю Грузии, Осетии, Абхазии мира процветания, чтобы все там урегулировалось. У меня есть друзья, товарищи из Осетии, северной, южной, из Абхазии, Абхазы, грузины. Я со многими людьми общался. Желаю мира всем и чтобы он у нас воцарился. Спасибо большое. Передаю слово Осетии. Алан Габаты, помощник председателя парламента Республики Южной Осетии. Ваш рецепт по вашему конфликту и по нашему. Спасибо по поводу благих таких пожеланий мира Южной Осетии, Абхазии и Грузии такого же мира. Пусть у них все будет хорошо, как и у нас. Но что касается по поводу того, чтобы исключить Россию из платформы переговоров, этого ни в коем случае нельзя делать. Ни в коем случае. Я понимаю, что в любом конфликте надо в первую очередь разобраться, понять, в чем причина, в чем нуждается народ и что для этого надо сделать. Но чтобы это понять, надо выслушать сначала сам народ. Я этот народ выслушал, я посмотрел на этот дом. Я вам утверждаю, что Россию оттуда исключать не надо. А если кто не был на Донбассе, пускай едут на Донбасс и посмотрят, что вам простые шахтеры, простые работники, простые гослужащие скажут. Какое у них мнение? В первую очередь, их мнение надо учитывать. Если они хотят, если они видят свое будущее в составе России, если они не хотят свое будущее видеть в составе Украины, то наверняка для этого же есть причина. Ваш рецепт, очень коротко, ваш рецепт. Мой рецепт это те же самые минские договоренности. Как сказали мои коллеги, придерживаться этих договоренностей и более глубже и глубже переходить на мирный уровень приговоров. Прекрашать вот эти боевые действия, потому что в войне победителей не бывает. Не важно, кто Киев или кто еще. Победителей там не будет. Никто не победит в войне. Спасибо вам за этим мыслям. Мне кажется, это надо очень важно это уяснить. Очень трудно не согласиться. Алан, спасибо большое. Василий Муравицкий, политолог, журналист. Ваше твоё мнение, рецепт, что делать, как гасить конфликт? Рецепт очень простой. И, конечно, я согласен со всеми о том, что нужно устанавливать мир, потому что гражданская война это самое разрушительное, что возможно вообще, что можно придумать, потому что война ведется на нашей территории, война ведется между нашими гражданами, между нашими согражданами. Но рецепт очень простой. Есть такие слова. Мы живем под собой, под собой не чуя страны. И до сих пор, вот мне 31 год, 31 год, через два дня исполняется. И я понял, что не только я, как ученый, как кандидат все-таки наук, но и политологи, и ученые, интеллигенции, они не знали, что такое Украина, из каких внутренних частей она состояла, из каких культурные, этнические, традиционные части туда входили. И не знают до сих пор. Поэтому я желаю очень глубоко изучить Украину как явление. Спасибо большое, коллеги. И как минимум разговаривать, слышать друг друга, строить диалог. Мы доказываем на деле, что это возможно, что несмотря на разность мнений, есть очень много общего. Слышать мы способны. У нас на телемостах 17 канала сегодня, к сожалению, не было Донецка, а он всегда у нас присутствует. Раз за разом, много раз мы доказываем, что разговаривать есть с кем, есть о чем. И у каждого из таких разговоров остаются свои плоды. Они просто поговорили и разошлись. Эти плоды по-разному выглядят, в том числе и в виде освобожденных пленных с обеих сторон. Струдились, старались специально для того, чтобы усилить возможность мирного урегулирования. Спасибо большое Киевская студия. Спасибо большое Южная Осетия, Житомир. Я еще раз напомню нашим телезрителям, кто был с нами. Валерий Павлович Лопикура, заслуженный журналист Украины, писатель. Ярослав Макитра, политолог. Александр Мережко, профессор Киевского национального лингвистического университета, доктор юридических наук. Владимир Воля, политолог, политический обозреватель 17 канала. И нашей студии на скайпе. Да, на скайпе у нас был Алан Габаты, помощник председателя парламента Республики Южная Осетия. И по скайп-включению был Василий Муравицкий, политолог-журналист. Ну и, к сожалению, наш гость Гела Васадзе, который был только в начале программы, отключился. К сожалению. Надеюсь, что... Это говорит только о том, что человеку нечего сказать. Что касается всех остальных, огромное вам спасибо за эти приятные так сказать дискуссии. Как сказал ведущий, я надеюсь, что это додаст свои плоды. И то, что мы сейчас делаем, это маленькие шаги, маленькие шаги к большому миру. Вы уже побывали на Донбассе, приглашаем Вас в Киев, чтобы увидели воочию, что такое 90 минус пенсии и все другое. Спасибо. Спасибо, Южи Алексеевич, спасибо Киев. Спасибо, Номеска. Большое спасибо. Обучение безопасности о территории Киева. Есть основания, что ли, после волонтерства на Донбассе? Есть основания, по-весе. Спасибо большое всем за ответы. Мы напоминаем, что это был «Телемост. Украина, Грузия». Всегда оставайтесь с 17-м каналом. Для вас работал Алексей Кутепов, Ольга Волкова. Мы желаем вам мира. Завтра смотрите программу «Версии». Мы разбираемся в сложных событиях мира Украины, страны. Эта программа поможет включить мыслительный процесс, разбираться дальше в сложных событиях. Программа «Версии». Завтра. Это был «Телемост». Подписывайтесь на 17-й канал, оставайтесь с нами. Давайте делать мир вместе, делами. До свидания. Всего хорошего. До доброго. Спасибо. Здесь все факты налицо, все показано. Мы говорим все об очевидных вещах. Не понадобится древнергией, древнергией. У нас тут много людей, много народов, и не только крымские татары. Благодаря 17-му каналу проводим секретные переговоры на весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok.